Весь нынешний год в нашем крае прошел под знаком 75-летия годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В честь памяти нестареющего подвига солдат и офицеров было проведено множество мероприятий. Наш репортаж об одном из них. В преддверии 9 октября дня освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков председатели районных и городских советов ветеранов Кубани и представители краевого совета побывали в Славянском районе. Прежде всего они посетили мемориал в станице Анастасиевской, который является одним из самых впечатляющих в районе. Из трех тысяч станичников, ушедших на фронт, домой вернулись только 500. Об этом здесь хорошо помнят. Здесь покоится около трех тысяч тех воинов, которые погибли, освобождая нашу станицу. Прошла война, прошла страда, но боль взывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Глава Анастасиевского сельского поселения приветствовал ветеранов и рассказал о том, как станичники чтят память подвига. Светлая память о тех воинах, которые подарили нам право на жизнь, на творчество, на труд, она должна быть в сердце каждого из нас. Мы сегодня находимся на самом святом месте для каждого нашего земляка. Поэтому передача сегодня знамени 301-й Сталинской ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии для нас очень почетна и очень памятна. Потому что это единственное подразделение, которое создавалось на территории станицы в годы Отечественной войны. Председатель Совета ветеранов Славянского района вручил копию знамени 301-й Сталинской ордена Суворова стрелковой дивизии главе Анастасиевского сельского поселения. Это знамя теперь будет храниться в музее боевой славы станицы. После возложения цветов к подножию памятников и к вечному огню ветераны поехали дальше. Их уже ждали на границе района у мемориала на реке Курка, посвященного участникам прорыва голубой линии в 1943 году. Легендарная и, как считали немецкие войска, неприступная голубая линия была успешно преодолена здесь благодаря героизму наших воинов. Мы не вправе этого забывать. Готовя достойную встречу 70-летию Великой Победы, Совет ветеранов, выполняя священный девиз каждой ветеранской организации «Никто не забыт, ничто не забыто», выступил с инициативой о строительстве мемориального комплекса участником прорыва голубой линии в 1943 году. Добрые слова были сказаны в адрес славянских поисковиков, благодаря которым имена многих павших героев были увековечены на мемориальных плитах. Здесь увековечены 4,5 тысячи тех, которые лежат там в чеках где-то, в общем, вдоль всей голубой линии. И ни на одном из памятников ни одна из этих фамилий не числится. Поэтому для нас это очень важно. Кубанский рубеж постоянно ведет поисковую работу в ряде районов Краснодарского края. И она весьма продуктивна, потому что ей занимаются неравнодушные люди. Буквально вчера мы подняли 4 бойца. Бывший был такой хутор Краснолесский 2 под Красным лесом. Были у нас данные, что там госпитальное захоронение. Вот мы начали его искать, и уже 4 бойца вчера подняли. Патриотическая работа, связанная с Великой Отечественной войной, имеет своими адресатами прежде всего молодых ребят, которые и дальше должны нести вахту памяти. Мы помним историю нашей страны, чтим воинов и пытаемся быть достойными. Для этого мы готовим классные часы и участвуем в них. В нашей школе есть памятник посвященным девушкам-снайперам. И каждый год, 9 мая, мы рассказываем школьникам о этих девушках, какой они сделали героический подвиг. Отличная оценка работы, связанной с увековечением памяти солдат Победы в Славянском районе, была дана помощником председателя Краевого совета ветеранов. Хочется сказать и о памятнике, который недавно построен здесь. Хочется сказать большие слова благодарности жителям. Большую благодарность хочется выразиться поисковому отряду, который своими действиями, своей работой оказывает большое содействие в том, чтобы найти имена погибших безымянных, восстановить это все и увековечить здесь. Посещение мемориала также закончилось возложением цветов, после чего ветераны отбыли в Тимрюкский район. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова